Сократ Быть заподозрен в помешательстве на том только основании, что он получал указания от своего гения Мы исследуем также, в чем состояло это явление, игравшее видную роль в жизни знаменитому философу Чтобы решить оба вопроса, мы должны предварительно привести несколько цитат, относящихся к фактам, которые предлагаем рассмотреть Мы заимствовали цитаты главным образом у Плутарха и Платона, описавших обстоятельным образом и со всеми подробностями явлений, наблюдавшиеся у Сократа и казавшиеся ему результатом вмешательства гения У Сократа, говорит Плутарх, по-видимому, был гений, который уже рано даровал ему способность особого предвидения Это предвидение руководило его действиями, оно освещало своим светом неясные дела, недоступные человеческому уму В этих случаях демон говорил с Сократом, и божественное вдохновение управляло всеми его действиями Особенно поражало современников Сократа то обстоятельство, что он благодаря своему гению мог предсказывать будущее, а также еще неизвестные события Так, например, он предсказал гибель афинского войска в Сицилии Афинское войско действительно погибло в Сицилии, незадолго перед тем, и в Афинах никто решительно об этом не знал Нет ничего странного в том, что народ, создавший целый ряд существ, служивших посредниками между богами и людьми Считал эти случаи предвидения результатом указания сверхъестественного существа Разделял ли это мнение Сократ? Считал ли он то, что он называл голосом своего гения, голосом сверхъестественного существа? Это не подлежит сомнению, едва ли можно удивляться тому, что знаменитый философ разделял общепринятые в его время взгляды Как бы то ни было, несомненно, что Сократ слышал голос, в трудных случаях беседовавший с ним И дававший ему советы, мудрость и справедливость которых впоследствии подтверждалась опытом Мы имеем здесь два различных факта Голос, слышавшийся Сократу, по его словам, и собственный взгляд Сократа на интересующие нас явления Разберем оба факта, стоящие друг к другу в тесной связи Что за голос слышал Сократ? Была ли это галлюцинация? Была ли это галлюцинация психическая или чувственная? Являлся ли Сократу зрительный образ в то самое время, когда он слышал голос? Как, наконец, понимает дар предвидения, которое давали Сократу указания голоса? На все эти вопросы мы постараемся дать ответ И задача нашей в значительной степени облегчается той точностью В какой знаменитый Афинянин сам описывал, что он испытывал в те минуты, когда Бог давал ему указания Зрительный образ, по-видимому, никогда не являлся Сократу Как можно судить по следующему отрывку из Плутарха Я часто бывал с ним, говорил один из собеседников, в демоне Сократа Когда люди утверждали, будто видят богов Сократ объявлял, что это обманщики Но если кто-либо говорил, что слышит голос То он внимательно прислушался и оживленно задавал вопросы Следательно, Сократу не являлись призраки У него не было галлюцинации зрения О характере слышавшегося Сократу голоса Можно довольно верно судить по следующему отрывку Мне кажется, дорогой Критон, говорит Сократ, что я слышу все, что сказал Как корюбанты убеждены, что слышат звуки врагов и флейт Эти звуки, эти слова так сильно звучат у меня в ушах Что мешают мне слышать все прочее Далее Сократ говорит Мне кажется, что бог напомнил мне нечто Плутар, как и что? Ты мне скажешь, надеюсь, Сократ Отвечать тебе буду не я, а божество В ту минуту, когда я хотел переправиться через воду Мне явилось божественное указание Являющееся мне часто и всегда останавливающее меня Я хотел уже идти, а вдруг с этой стороны я услышал голос, остановивший меня В другом диалоге Сократ говорит Милость неба наделила меня чудесным даром, не покидающим меня с детства Это голос, который, когда я его услышу Отклоняет меня от моих намерений И никогда не побуждает меня к действию Если мои друзья сообщают мне о каком-либо своем намерении И я слышу голос Это верное указание, что голос не одобряет намерение И отклоняет от него Вы все, если хотите, можете узнать от Клитомаха Брата Тимарха Что сказал ему Тимарх перед смертью, постигший его от того, что он не послушался указания гения Он вам скажет, что Тимарх обратился к нему со следующими словами Клитомах, я умру, потому что не хотел верить Сократу Что хотел сказать этим Тимарх? Я вам сейчас объясню Когда он встал из-за стола с Филимоном, сыном Филоменида Отправляясь убить Никия В заговоре были только они двое Вставал он и сказал мне Что с тобой, Сократ? Я ответил ему Не уходи Я слышал голос, являющийся мне обыкновенно Он остановился Но спустя несколько минут встал и сказал мне Сократ, я ухожу Я опять услышал голос и вторично удержал его Наконец, в третий раз желаю уйти незамеченным Он встал, не говоря мне ни слова Мое внимание было чем-то отвлечено Он ушел и совершил то, что привело его к смерти Вот почему он обратился к брату со словами Которые я повторяю сегодня А именно, что он умирает, потому что не хотел верить мне Подобно поливальным бабкам я ничего не рождаю сам в делах мудрости Это делает дух, пребывающий во мне Я уверен, что всякий, сколько-нибудь знакомый с психофизиологией Прочитав приведенные выдержки Признает в голосе, который слышал со Сократу Истинную галлюцинацию В некоторых случаях, быть может, чисто психическую В других, несомненно, чувственную То место, где Сократ говорит о корюбантах Не оставляет на этот счет ни малейшего сомнения Но вот как возникла эта галлюцинация? Каким образом слова, произносимые голосом Получали характер чудесного предвидения Приводившего в изумление современников афинского философа? Чтобы ответить на этот вопрос Необходимо припомнить факты из области бессознательной серебрации Бессознательная работа мозга совершается у всех людей Но результат ее, разумеется, строго соответствует высоте ума Нося вульгарный характер У обыкновенных людей Она порождает у людей, богато одаренных умственно Благороднейшее создание гения Она источник вдохновения поэта Меткого взгляда полководца Мы имеем тут дело с ранее воспринятыми суждениями Открывающимися уму В нужный момент Или, вернее, с понятиями Элементы которых, так сказать, рассеяны И в данный момент объединяются Появляются неожиданно В форме готового суждения И кажутся тогда плодом истинного вдохновения Это скрытая работа мысли существует Как я уже сказал, у всех людей Когда мы хотим подумать о вопросе Решение которого нас затрудняет Подоверяемся бессознательной работе нашего мозга Давая нашему суждению созреть К работе того же рода совершающейся во время сна Мы прибегаем в тех случаях, когда откладываем решение до следующего утра Полагаясь на то, что утро вечером мудренее Понятно, что время, необходимое для выработки суждений Приходи, приводящих к окончательному заключению Которое одно только мы и видим Будет несравненно меньше у ума высшего порядка Подготовлено предварительной работой И не может быть сомнения, что этого рода быстрые умозаключения И диктовали Сократу те решения, мудрость которых впоследствии подтверждалась опытом Что касается доголоса, передававшего Сократу его интуитивное суждение То это явление будет вполне понятно Если мы вспомним, как часто наши мысли не только высказываются нами в полголоса Но и слышатся нам По виду возбуждение нервных элементов Вызывающие в нашем сознании символические образы Из соединения которых образуется мысль и суждение Распространяется двояким путем Давая с одной стороны толчок деятельности голосовых мышц С другой стороны вызывая в области слуха состояние близкое галлюцинации Факт этот особенно резко бросается в глаза Когда мы читаем произведение знакомого лица Во время чтения, произнося про себя слова книги Слышишь в то же время звук Тем бур голоса автора Тем явственнее, чем более знаком нам его голос Усильте немного этот резонанс мысли Перед вами будет галлюцинация Вроде той, какой являлись Сократу мудрые суждения Приписанные им голосу гения Способность духа объективировать представления Галлюцинировать Сильного напряжения ума, энергической деятельности мысли Достаточно, чтобы у лиц известного рода организации Представления объективировались, относились во внешний мир Во многих случаях этот факт составляет только крайнюю ступень И как бы высшее проявление интеллектуальной деятельности Когда Бальзак, описывая австралийскую битву Слышал крики раненых, пушечный выстрел, оружейные залпы Когда Флобер, описывая сцену отравления госпожей Баварии Ощущал во рту, как он сам рассказывал вкус мушьяка Вызывавши у него два раза с ряду рвоту То в обоих этих случаях ощущение было настолько сильное Что объективировалось Заметим, что мушьяковые растворы обыкновенно лишены вкуса Это, впрочем, нисколько не уменьшает значение сообщенного факта Когда у Геоти в поле зрения возникали образы Преображавшиеся и видоизменявшиеся до бесконечности То здесь воля ученого сообщала созданием его воображения Яркость реального восприятия Вот что говорит по этому поводу сам знаменитый поэт Когда я закрывал глаза и, наклоняяя голову, воображал, будто вижу в поле зрения цветок То цветок этот не сохранял своей формы долей мгновения Он тотчас же разлагался И изнутри его возникали другие цветы с окрашенными, иногда зелеными лепестками Это были не натуральные цветы, а фантастические фигуры Правильные, как розетки скульпторов Я не мог фиксировать этих созданий моего воображения Но явление продолжалось, пока я этого желал Точно так же, когда я представлял себе диск Окрашенный в различные цвета из центра к окружности Вырастали беспрестанно новые образы Напоминавшие фигуру калейдоскопа Я имел случай, говорит Мюллер, в 1828 году, беседуя с Гетте Об этом предмете, одинаково интересовавшем нас обоих Когда я спокойно лежал в кровати с закрытыми глазами Не будучи, однако же, погружен в сон То часто видел фигуры, которые мог ясно наблюдать Гетте знал об этом и очень интересовался вопросом Что я тогда испытывал? Я сказал ему, что воля не оказывает со мной, с моей стороны Никакого влияния ни на возникновение, ни на видоизменение этих образов И что я никогда не видел симметричных фигур Ничего такого, что напоминало бы произведение растительного царства Напротив, Гетте мог по произволу задать себе тему Которое затем преобразовывалось непроизвольно Всегда, однако же, подчиняясь законам гармонии и симметрии Такого же рода факт сообщает немецкий психиатр Брозиус из Бендорфа Произвольно вызывавший свой собственный образ Образ позировал перед ним в течение нескольких секунд Но исчез тот час же, как только Брозиус перенес свою мысль на себя В обоих случаях участие в воле проявляется очевидным образом Она вызывает, порождает, так сказать, галлюцинаторный образ Обыкновенные это явление бывают результатом усиленного сосредоточения мысли на умственных или нравственных вопросах Одна дама принадлежала в молодости к числу самых блестящих красавиц двора Людовика XVI Воспитанная в строгих правилах, она часто упрекала себя за то, что дорожит своей красотой Что с удовольствием глядит на себя в зеркало И нередко сосредотачивалась на мысли о смерти, которая навсегда уничтожит ее красоту Однажды после таких дум она, звенит зеркало, увидела вместо своего лица мертвую голову Заменявшие в ее размышлениях прекрасное лицо, которым она гордилась Обращаясь к историческим фактам, мы здесь легко найдем примеры галлюцинации Вызванных усилием работы Усиленная работа им мысли в известном направлении у лиц Совершенно здоровых в умственном отношении Я позволю себе привести здесь несколько случаев этого рода Быть может самым знаменитым видением древности следует считать видение, явившееся Бруту И рассказанное Плутархом Брут не только видел призрак, но и слышал его голос Объявивший ему, что он его злой гений И что они встретятся при Филиппах Если разобрать это видение, то легко убедиться, что оно представляет результат размышлений Брута Над своим положением и положением его дела Убийство Цезара, не принеся пользы для республики, вызвало междоусобную войну И было много оснований ожидать, что свобода, которую Брут и его друзья хотели спасти Должна погибнуть благодаря средству, избранному ими для ее спасения Естественно, что Бруту эти события являлись в виде неприязненного решения Рока Убеждение это отождествилось в его уме с идеей о преследующем его злом гении Идея, которая наконец объективировалась Что касается до указаний призракам местности Где должна была решиться судьба Брута и республики То следует иметь в виду, что как патриции этой эпохи все Брут серьезно изучил военное искусство Нет ничего удивительного в том, что призрак, созданный воображением полководства Указал на местность, в которой по стратегическим соображениям Должна была очевидно произойти встреча обеих армий Относительно полного душевного здоровья Брута Не может быть сомнений Так как появление призрака нисколько не повлияло на образ его действий В римской истории мы находим еще один пример, похожий на вышеописанный Мы говорим о призраке, явившемся императору Юлиану накануне его смерти Юлиан в персидской войне обнаружил обычную проницательность Он неосторожно подвигался вперед в неприятельской стране Позволил перевесчикам ввести себя в обман И колебался относительно выбора пути Вскоре обнаружился недостаток в продовольствии И Юлиан принужден был начать отступление При постоянных стычках, тревожившей его армию неприятельской конницы Даже в эту тревожную и опасную пору Он предавался по ночам размышления и изучения великих писателей В один из таких уединенных часов, когда Юлиан читал или писал Ему явился гений империи, которого он видел в литенции Прежде чем был провозглашен императором Гений был бледен, грустен и удалился печально, набросив покрывало на голову и набывшего у него в руке рог изобилия В следующий день Юлиан был убит в сражении И здесь происхождение галлюцинации вполне понятно Юлиан, поставивший себе целью восстановить учреждение язычества, падавшее на его глазах Причувствовал близкую гибель дорогого ему дела Что касается формы, в которой олицетворилась эта идея То гений империи в том виде, в каком он явился Юлиану, изображался на всех монетах того времени Все знают геройскую и полную несчастье судьбу Колумба Окруженный тысячей препятствий, подозрениями, клеветой врагов Он никогда не теряет окончательной веры в торжество своего дела Иногда грусть овладевала им Но упадок духа никогда не бывал продолжителен Его поддерживает глубина его надежд, величие его взглядов, несокрушимая вера в проведение По временам у этого великого человека задушевные мысли В которых он черпал силу и бодрость в печальные часы Принимали осязательную форму, как видно из следующего факта, рассказанного Вашингтоном Ирвингом Во время третьего своего путешествия, рассказывает американский историк Спустя немного времени после того, как был открыт заговор Гевары и Мохики И участники его наказаны Колумб больной поддался на короткое время отчаянию В ту минуту, когда грустные мысли теснились перед ним И отчаяние его достигало крайних пределов Он услышал голос, сказавший О маловерный, не бойся ничего, не впадай в отчаяние Я позабочусь о тебе Семь лет данного тебе срока еще не прошло Здесь, как и во всем прочем, я не оставлю тебя В тот же день, пишет Колумб, я получил известие, что открыта Большая область с богатыми золотыми россыпями Рассказаны нами факты, о подобных фактах мы могли бы привести множество Не оставляют сомнения в галлюцинаторном характере образов, являвшихся бруту императору Ильяны Христофору Колумбу Должны ли мы считать их душевно больными, потому что они верили в реальность своих видений? Разумеется, нет Не говоря уже о том, что их образ действий указывает на полное их душевное здоровье Следует принять во внимание верование той эпохи, при которой вполне естественно было принять объектированное сознание, воображение, заявление невидимого мира То, что мы теперь не колеблись, называем галлюцинацией, носило в прошлое имя теней И не следует терять этого из виду при оценке исторических фактов Мы должны поэтому допустить, что яркая идея, вопрос, на котором упорно сосредоточено наше внимание, картины, проходящие воображение Могут у некоторых натур объективироваться при отсутствии всякой душевной болезни Приложение Анализ памяти и понятия о времени указывает на бытие души Мы совершенно не знаем еще теперь И вероятно долго еще не будем знать, как устроен орган памяти, или еще того менее, как он функционирует Но мы можем составить себе об этом, по крайней мере, приблизительные представления Можем догадываться, особенно о том, как мы им пользуемся Мы можем представить ее себе в виде какой-нибудь чувствительной пластинки, вроде клише-фотографа На которой отпечатываются в удивительном порядке, никогда не смешиваясь, тысячи всевозможных изображений Разные звуки, от шума до мелодии и гармонии, до членораздельных звуков Различные цвета во всех возможных сочетаниях От безобразного и отвратительного, до прекрасного и величественного Теперь спрашивается, кто припоминает Этот ли чудесный орган, или с помощью его анемический элемент, то есть душа Рассматриваемый как единица, составляющая Я, живого существа Если бы мы давали себе труд наблюдать себя в то время, когда, как мы мыслим Если бы мы чаще анализировали наши элементарные акты То нелепость первого вопроса показалась бы нам настолько очевидной Что никакой ум, более других зараженный духом системы, не решился бы задать его Заметим прежде всего, что действие памяти далеко не так просто, как это многим может быть покажется Самое простое припоминание, старание отыскать какое-нибудь слово Вызывается актом воли и сопровождается более или менее энергическим, иногда очень утомительным усилием Что же касается припоминания фразы или целой речи То оно требует не только непрерывного действия воли Но и совместного действия всех наших способностей Я думаю, нет надобности доказывать это С точки зрения физиологической единства и совместность действий всех специальных органов, содействующих мышлению Составляют факт решительно неоспоримый И уже с одной этой точки зрения нелепо утверждать, что припоминает орган памяти Но не в этом состоит сущность занимающего нас вопроса Как поступаем мы, стараясь подыскать какое-нибудь слово Собственное имя, технический термин, название предмета Которое давно не встречалось нам Почти, а может быть и совершенно та же, как и тогда, когда отыскиваем книгу, затерявшуюся в нашей библиотеке Прежде всего мы знаем, по крайней мере то, что эта книга находилась там Если не находится еще и теперь Стараемся припомнить ее форму и ее цвет Просматриваем все книги на полках И не останавливаем ни на одно мгновение своих взглядов на большей части из них Потому что знаем, что ни одна из них не есть та, которую мы ищем Иногда нам кажется, что это она Но мы убеждаемся, что ошиблись Доходим наконец до отчаяния и вдруг взгляд наш останавливается на ней Мы тотчас узнаем ее В процессе припоминания слова Слова, дня, какого-нибудь факта Наблюдается часто два других явления Замешанных, вероятно, многим из считателей Подыскивая забытое слово Мы знаем большей частью, когда приближаемся к цели И когда находимся на ложном пути Другое явление еще более поразительно Очень часто в то время, как мы ищем утерянное слово Мы стараемся поймать другое, не имеющее, по-видимому, сотыскиваемого никакой связи Но в действительности тесно связанное с ним Я вижу, например, зерно Я знаю, что это зерно ползучего растения Название которого я забыл И я начинаю подыскивать его В то время мне припоминается, не знаю почему, определение Вержинника Существительное я тоже забыл Знаю только, что и дело идет о дереве Настой которого я пил во время нервной болезни После долгих усилий я нахожу, наконец, название ползучего растения Это Аристолочия сифо После новых усилий я припоминаю второе слово Забытое существительное к определению Вержинника Это Серпантария вержинника В первую минуту я не могу догадаться Почему эти два выражения связывались между собой В работе моей памяти Но потом припоминаю, что Серпантария Змейный корень Есть тоже Аристолочия Орган памяти может, следовательно, предлагать нам на выбор Слова, которых мы не ищем Иван делает это только по той причине, что они имеют связь, хотя бы временно и неизвестную нам с отыскиваемым выражением Это тоже, как мне кажется, представляет поразительный пример скрытой работы мысли Работа очень сложная и исполняемая без нашего ведома Анализ каждого простейшего акта Припоминания Приводит всякого добросовестного человека к заключению, что память есть в одно и то же время способность И органическая и психическая Орган принимает и сохраняет часто с поразительной верностью целые миллионы отпечатков, составляемых в нем Как действием наших чувств, так и действием нашего рассудка и воображения Но отыскивает и узнает нужные отпечатки анемической едини со своей сознательной деятельностью Без приемного аппарата психическая память не служила бы, конечно, ни к чему Но и без существа отыскивающего изображения Органический аппарат не только не припоминал бы ничего, но и не действовал бы Сказанное нами о памяти распространяется о фортиоре на все наши другие способности Все они нуждаются в органе, чтобы действовать Но действием каждого из этих органов заведует и контролирует особая способность И эта способность принадлежит одной и той же центральной единице Если у считателя остается какое-нибудь сомнение в правильности этого утверждения То следующее соображение рассеет его Некоторые философы утверждают, что понятие о времени и пространстве приобретается только опытом Путем ежедневного наблюдения явлений в их последовательности Другие, напротив, говорят, что это понятие есть простая интуиция, предшествующая всякому наблюдению Иные, наконец, совершенно отрицают время и пространство Это, разумеется, самый удобный способ решать проблему Нам нет надобности рассматривать это понятие с точки зрения его происхождения Заметим только, что с определением происхождения этого понятия Случилось то же самое, что всегда случается Когда для исследования функций и способностей живого существа Разрубают его, так сказать, на части Одни имели в виду человека без тела, без чувственного орудия Другие – тело без человека И, производя такое рассечение, начинали рассуждать Очевидно, что при такой исходной точке Истина убегает от нас тем скорее, чем с большим жаром мы преследуем ее Рассматривая человека на этом свете в его настоящем виде Когда он достигает свойственного ему развития Мы не только находим в себе понятие о продолжительности и промежутке времени В том, что касается явлений в их последовательности Но имеем, конечно, и чистое понятие о времени Независимое от всякого явления, служащего ему мерою Мы можем не только сравнивать приблизительно два равных Или неравных промежутка времени Но и можем достичь того, чтобы точно определять величину промежутков Не говоря о музыкальном ритме, представляющем в сущности Мысленное деление времени в его самой возвышенной и самой поэтической форме Замечу, что после небольшого упражнения Мы легко доходим до того, что делим в уме минуту Например, на ее 60 секунд Мы можем дойти таким образом с некоторым терпением До того, что будем определять без всякой помощи часов Целые часы С замечательным большим приближением до двух сотых А часто еще более точно Эта мера не зависит у нас ни от какого реального явления последовательности Биение пульса, например, если бы мы обращали на него внимание Только портило бы нашу меру Но создаем, одним словом, в своем воображении промежутки Независимые от всякой объективной реальности Измеряем их И эта мера почти совпадает с реальным явлением хода часов Спрашивается Есть ли память времени, подобно памяти образа В одно и в то же время и органическая, и психологическая способность Другими словами Нуждаемся ли мы в каком-нибудь органе для этой памяти Этот вопрос решается, как мне кажется, тотчас, как только поставлен Безразличным, будем ли мы рассматривать орган памяти Как пластинку, на которой отпечатывались последовательно все приобретавшиеся образы Или что может быть еще ближе к истине, как к среду, которая может издавать звуки И в которой всевозможные впечатления, как приходящие извне, так и внутренние Вызывают особые вибрации, могущие длиться существовать Сосуществовать и покрывать друг друга, не приходя в беспорядок Во всяком случае, все образы, хранящиеся в нем, постоянно в настоящем Потому что мы можем вызывать их, когда нам угодно Ничто решительно, ничто в этом аппарате, каково бы ни было его устройство Не может заключать в себе, не говорим точные меры промежутков истекшего времени Но даже простого понятия продолжительности Никакой орган, никакой аппарат, как бы чудесен он ни был Не может задержать и сосредоточить в себе время Представить в форме какого-нибудь образа непременно в настоящем Промежутки, отделяющие прошедшее от настоящего Мы можем вообразить в себе тело в движении Летящую птицу, поезд железной дороги, идущую скоро или тихо И может быть для этого действия в воображении необходим особый орган Но идея о времени, связывающаяся у нас подобным образом Не может зависеть от органа, который только показывает нам движущееся тело В непрерывном ряду различных положений, занимаемых им в каждое мгновение Одним словом, врождено ли нам понятие о времени Или оно есть результат опыта Во всяком случае, оно составляет вместе с памятью промежутков И с меру этих промежутков Явление чисто психическое Оно составляет исключительную принадлежность анемического элемента И не зависит от строения организма Заметим здесь, кстати, что одно понятие о времени Служит полным опровержением всех материалистических теорий Потому что оно не может принадлежать ни материи, ни силе Ни одному из проявлений этих элементов и их связи Следует ли из этого, чтобы понятие о времени в его обыкновенной форме Было единственно правильным и единственно доступным нашему пониманию Я приведу сейчас факты, которые клонятся к доказательству противного Следует ли также из этого, чтобы все, что имеет отношение к нашей интуиции времени Было свободно от всякого влияния со стороны нашего организма Нет Продолжение следует... Давайте отражаем, пока смотри, что мы делаем